Для нас это самый тяжелый урон за последние почти 80 лет. Они вырастают, они уже в Хамасе. Там не с кем разговаривать, и невозможно ни с кем договориться. Террорист, будь добр, бори с ними, но когда скверняют для людей что-то святое, они соответственно так же и реагируют. Просто нечеловеческое отношение, какая-то ненависть. Я бы даже не назвал ее животные, потому что животные рядом там не стояли. У них детей уже воспитывают с пеленок, с молока матери, как говорится, с ненавистью друг к другу. В наших странах есть антисемитизм? Как бы что это? Сдают у вас. Семь взяли баран, с оттавра. Они все спокойны, они все, ну, то есть это для них, видать, привычное дело, но сказали, что это за 50 лет первый раз сказали, да. В эти дни на первых полосах в СМИ во всем мире в соцсетях обсуждение событий в Израиле 7 октября, в день начала войны судного дня 67 года террористическая группировка Хамас напала на приграничные израильские города, поселения, деревни, на участников международного музыкального фестиваля. Убитые 800 человек, 250 ранены, но это данные предварительные, не окончательные, они каждый день, каждый час обновляются, все больше жертв. В ответ государство Израиль начало бомбить сектор Газа, где властвует Хамас. В результате убиты уже больше 650 людей, мирных жителей Газа, хотя кто там мирный, трудно сказать, но уж дети точно, 140 детей убиты. Мы сегодня обсуждаем эти события с политологом, специалистом по Востоку именно, Исламом Кураевым, но также записали, задали вопросы израильскому журналисту в Хайфе Аврону Корину. Почему это важно? Помимо самого факта событий, казахстанцам нам важно понимать, к чему приводит ненависть. Все, что происходит сейчас в Израиле, в секторе Газа, это результат, это плод ненависти. Люди живут в состоянии войны хронически, всегда, постоянно. У них нет мира и у них нет жизни. Ислам, мы сегодня говорим про Израиль, Палестину, вот эту атаку Хамас на Израиль. Скажите, как специалист по этому региону, по Ближнему Востоку, вообще как востоковед, в принципе конфликт затяжной, но сначала, что сейчас было предпосылкой? Я бы хотела, особенно применимо вот к нам, потому что сразу создается впечатление, что это выгодно России, да, в первую очередь. Как-то, знаете, сразу все внимание туда уже оттянулось совершенно, она потонула война в Украине в информационной ленте. Потом даже по деньгам, да, по помощи, вот Израилю. Вот скажите, как вы считаете, эта атака, она возникла как бы сама собой? Или все-таки есть там какие-то вот силы, эта ось Иран стоят за этой акцией? Ну, мы должны понимать, глобально смотреть на вопросы исторические, это дело не одного дня, как мы говорим, уже десятилетия продолжается столкновение между Израилем и непосредственно Палестиной. В последнее время некое палестинское сопротивление ассоциируют с террористической организацией Хамас, хотя там надо смотреть более глобально на эту ситуацию, так как даже администрация автономии в Восточном Иерусалиме тоже выражает свою поддержку подобным столкновениям и так далее. И если отталкиваться через наш регион, через как раз таки призму России и отхода от событий в Украине, подобное мнение, так сказать, конечно же интересное, но оно на самом деле основывается на догадках прежде всего. Потому что Иран открыто поддерживает Хамас и воюет против Израиля руками палестинцев. Но непосредственно Иран является близким союзником России, особенно в разведданных. Но мы не учитываем тот факт, что отношения России и Израиля тоже достаточно близкие и теплые. Как вообще в Израиле? Кто себя чувствует в безопасности? Кто вообще живет сейчас в полувоенном положении? Смотрите, просто скажем так, географически мы видим небольшую ясность, хотя страна у нас небольшая, но в принципе протяженность примерно 500 километров. И тот конкурс, который начался в субботу, он приключился на юге страны. То есть это примерно, скажем так, нескольких 100 километров от Сайты. И вокруг сектора газа имеются небольшие поселки, вот Кибуцы, это вот такие вот сельскохозяйственные поселки. Вот они малочисленные, поэтому, к сожалению, они и первыми приняли бой на себя. И там рядом не было никаких, скажем так, срупных наследных функций, где есть много полиции, где есть какие-то базы и так далее. Поэтому был принят сердценно неравный бой. И героические люди сражались порой и даже без оружия против бандитов, против нечеловекцев. Поэтому у меня просто сейчас даже нет слов, как назвать тех, кто совершили нападение на эти поселки. А если мы говорим про крупные международные пункты, такие как Ашдот, Ашкелон, вот они находятся относительно рядом с сектором газа, вот с северной частью. Они в основном страдают от обстрелов. Но, слава богу, что в наше время, примерно лет 10 назад, появилась система под названием «Железный купол», которая известна по всему миру. И она более-менее, скажем так, на более чем 90% зачищает от падения ракет в густонаселенные районы или на дальнем. Да, вот, кстати, Израиль, он открыто не выражал поддержку Украине, в том смысле, что он не брал однозначно позицию, как Европа и США. То есть здесь как раз-таки мы должны понять, то есть России, как, в принципе, игроку на Ближнем Востоке, по крайней мере, все устраивает, потому что они сохранили за собой непосредственно Сирию, в которой они присутствовали ранее, имеют отношение с Ираном. То есть в остальной регион они как не расширяют свое влияние. Поэтому на нынешнем этапе их все устраивает. И лишняя напряженность, это говорит о том, что если будет некий развал Израиля, крупная война, то Сирия захочет включиться в борьбу за голландские высоты, которые оккупировал непосредственно Израиль. Соответственно, здесь Россия, как союзник, должна будет выступить на стороне официального Дамаска. Почему? Но у них же нет какого-то договора. Нет, договора нет, а сотрудничество есть. Есть военные базы России в Сирии. То есть непосредственно выгоден Башар Асад до сих пор в России. И чтобы не терять сферу интересов, так или иначе они будут помогать. Поэтому Россия все-таки выбрала сдержанную позицию. Но это сыграло дополнительную пользу в украинском конфликте для них. То есть в этом информационном буме Россия провела несколько операций. Были обстрелы различные и так далее. Поэтому это осталось вне такого крупного обсуждения общества. Не заметили практически. И мы говорим, что Россия, Иран, Иран постоянно употребляются. Но как доставлять оружие? Единственная граница и технологии. Скорее всего, есть брешь в границах с Египтом. Есть значительные проблемы в разведслужбах Израиля. Как предполагается на сегодняшний день, Израиль был не готов к этой массовой атаке. Ввиду того, что... Ну, мы это видели. Мы это видели. Рабетка там сейчас критикует. Рабетка прозевала. Критикует их посад легендарный. Плюс ко всему, очень активно, очень грамотно действовали все-таки палестинцы. Это как бы мы не утверждали, но они прогрессируют с каждым разом. А израильская технология, она остается на том же уровне. Как показывает практика, тот же железный купол, та же методика и так далее. Она осталась на том же уровне. Хотя противник значительно прогрессировал. Мы читаем новости. И, насколько я знаю, в Израиле, в обществе, в СМИ обсуждается, как такое могло случиться. Легендарный Моссад, я сама за последний год-два по Нетфликсу пересмотрела кучу фильмов на реальных событиях, которые основаны, про ваших разведчиков, легендарных, про легендарные операции. И вот вдруг такое. Как могли прозевать это? Я думаю, что, в принципе, с одной стороны мы расслабились. С другой стороны, можно было недостаточно разведывать данных. Нужно понимать, что сектор газа – это такой анклав, который резко отделен от Израиля. Я думаю, что у нас там, возможно, информаторов очень мало. Потому что те, кто находится по ту сторону границы, понимают, что если их обнаружили, как те, кто помогает Израилю, будут наказаны не только они, но чуть ли не вся семья без клана. С другой стороны, наш брак тоже, я думаю, что основательно подготовился. Они напали ранним утром в 6.30, когда это шаббат, суббота, выходной день. Это праздничный день. И, в принципе, я думаю, что просто наши силы безопасности, наши различные ведомства, которые должны были быть готовы, к сожалению, как-то расслабились. И мы получили ужасную трагедию. Ну, скажем так, многие сегодня говорят, что еврейский народ не терял такого огромного количества. Такого количества, с тех пор, как произошла катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны, для нас это самый тяжелый урон за последние почти 80 лет. По некоторым сводкам, атака вообще палестинцев была альтернативой того, что британцы разрабатывали в 1922 году для ВСУ, как раз таки. То есть, при помощи парапланов таких, перебрасывать десант в тыл врага, и оттуда уже как раз таки проводить значительные операции. Вот именно эту же методику применили палестинцы. Каким образом попала эта методика к ним? И еще оружие, говорят, которое, западное оружие, которое шло в Украину, оно у них, как оно оказалось. Это сами еврейские журналисты задают вопросы политикам. Но на самом деле, на сегодняшний момент нет утверждения, как это все, потому что не раскрывается ни один из источников. Да, применение иранских ракет было непосредственно. Но надо учить этот факт, что даже палестинцы разработали собственное ПВО. Для этого нужны значительные технологии, знания, продукт, с которым работать. Ну, они показывали там абсолютно примитивные ПВО, которые, в принципе, срабатывали. Ну, это, конечно же, далеко до того, что делает Израиль. Но, в принципе, того, как они спрогрессировали за последние два года, это уже прогресс. Они могли такое сделать без помощи у каких-то стран крупных? Нет, я не думаю. То, что здесь даже проблема стоит не в самом Хамасе или там палестинцах. То есть это внешняя поддержка. Здесь, безусловно, есть игроки как из западных стран. То есть тот же самый США могло быть заинтересован. Потому что никому не выгоден сильный Израиль в регионе. Сильный Израиль значит создание дисбаланса в регионе. То есть Израиль нужен для сдерживания Ирана. Иран сдерживают при помощи Израиля. Плюс здесь есть трехугольник уже Суницкие государства в лице Саудовской Аравии. Основного союзника тоже Запада. Поэтому здесь очень много стран, которые друг друга не любят. То есть это такой трехугольник столкновений. То есть Иран-Саудовская Аравия, Саудовская Аравия непосредственно Израиль. Израиль-Иран и наоборот. Они все друг друга в большей степени любят. Ну да. Иран, он открыто выражает поддержку Палестине. Предупреждает Израиль о войне, если там начнется наземная сухопутная операция. А арабские страны занимают более осторожную позицию. Хотя, если говорить именно о религии и про этнический национальный фактор, ближе, конечно, к палестинцам это арабы. Их родные. И они суниты, они шииты. Почему так сложилось, что именно Иран там и еще немножко Сирия, кстати, тоже они оловиты же, башараса. Ну да. И плюс ко всему Ливан. Очень активно. Там даже силу ООН блокировали, дабы они не прошли на приграничные территории. И поэтому Хизбалла разместилась и тоже вела обстрелы. Иран, он заинтересован, у них есть вражда с Израилем, определенное соперничество в регионе, особенно на религиозной почве прежде всего. В смысле религиозной? У них ненависть друг к другу. Нет, ну это понятно. Ну, а Саудовская Аравия, в смысле Египет. Но Египет также выразил свое недовольство. И если Израиль начнет полномасштабную наземную операцию, Египет также... Нет, они ничего не делали. Такого прям заявления. Более того, идет же информация, что египетская Каир-ответка предупреждала израильскую. На Таньяху, что они предупреждали о том, что Хамас что-то готовит ужасное. Видно, у нас с вами немного разные источники в данном. Потому что страны Персидского залива различные, в том числе Египет и Иран, в данном контексте утверждали, что Египет выразился. Если будет операция наземная со стороны Цехал, то Египет примет все необходимые меры для того, чтобы поддержать Палестину непосредственно. И здесь же мы должны понять, почему для Египта это так критично. Потому что это прямая граница с Израилем. То есть угроза национальной безопасности. В свою очередь Египет теряет буферную зону в лице неких палестинцев. Плюс ко всему эти беженцы прежде всего побегут непосредственно в Египет и осядут там, хотя там своих проблем хватает, особенно в экономическом секторе. Поэтому для Египта это угроза. Угроза мигрантов, угроза в экономическом плане, в плане безопасности. Поэтому они, конечно же, лучше выразить политическое недовольство в данном случае. Саудовская Аравия, они не заинтересованы в этих конфликтах. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и так далее, они показали свою армию, свою боеспособность в Йемене. Сколько лет бомбили Йемен, и хуситы с рогатками, с камнями до сих пор воюют с ними. Хотя мы должны понимать, что уровень боевого духа у этих стран достаточно низкий, хотя финансовый потенциал достаточно большой. Ну да, Арабские Эмираты почему оказались одной страной арабской, которая вообще открытую поддержку Израилю высказала, они заявили, что они в шоке, в ужасе, такое заявление произошедшего. Конечно, арабские страны зачастую любят играть, но в данном случае именно со стороны Эмиратов выгоден союз с Израилем, потому что в регионе есть некие силы, которые между собой конкурируют, есть которые союзничают, допустим, Турция, Катар, близкие союзники. Саудовская Аравия непосредственно имеет влияние в Египте, и, допустим, в том же Кувейте. Иран имеет влияние в Сирии, в Ираке, и поэтому Эмираты остались в этом большом бренном мире без регионального союзника. Поэтому они начали развивать непосредственные отношения с Израилем. Были первые туристы уже в Эмиратах, которые на основании двухсторонних соглашений посетили страну. И как бы в последнее время отношения достаточно развиваются быстро и хорошо. Сейчас внутри Израиля вы тоже следите за реакцией мира. Как вы чувствуете, это реакция поддерживающая или опять осуждающая, опять там что-то про оккупацию? Я хотела бы узнать вот про ваше самоощущение. Во-первых, если вы уже упомянули слово оккупация, то надо понимать, сектор газа находится в полной независимости от Израиля. Мы их снабжаем газом, водой и так далее, но в принципе полностью это независимое образование, то есть никак не зависящее от Израиля. Более того, кроме того, что мы поставляем воду, газ и так далее, и электричество, мы также до недавнего времени пускали на нашу территорию десятки тысяч человек, потому что безработица в секторе газа превышает 50%. И наше правительство всегда старалось каким-то образом облегчить эту ситуацию, потому что никто не может им помочь, они, к сожалению, сами не могут ничего там производить, особенно не желают. Самое важное направление производства – это производство оружия против Израиля. что-то делать, потому что эту территорию можно было превратить в Гонконг, в Шанхай и все что угодно. Вот. И поэтому 25 тысяч людей из газа работали у нас и кормили свои семьи. Теперь касательно нашего вопроса по поводу поддержки мирового сообщества. Тоже нужно разделить на две части. Первая часть, которая не с нами, это «Арабский мир». И мы видим, что там прошли сразу же демонстрации, поддержку, радости тому, что убиты тысячи человек, мирное население. То мы еще пока не знаем точно количество людей, но мы знаем, что десятки, если не более сотни человек, которые были увезены в плен. Причем на наших глазах мы видели пожилых женщин, тех самых бабушек, которые в детстве пережили катастрофу европейского еврейства, были просто схвачены и вывезены в газу. Они сейчас находятся в явно нечеловеческих условиях. И заложники тоже, как бы, это очень сложная тема. Когда мы говорим про мир другой, не арабский, когда мы говорим про страны бывшего Советского Союза, когда мы говорим про страны Европы, Северной Америки, мы видим, что правительство этих стран на нашей стороне. Мы видим, что народ тоже на нашей стороне. Мы видим большое количество сообщений, обращений, звонков нашему руководству. Мы видим демонстрации, которые проводят по всему миру. И они в основном в поддержку Израиля, потому что понимают, что мы находимся на передовой против дикости, против каких-то нечеловеческих акций, которые, казалось бы, уже ушли в прошлое. Мы думали, что тот же самый ИГИЛ, который когда-то, вот, еще несколько лет назад штурмовал многие города в Азии, который уничтожил людей, который убивал и так далее. Вроде бы их победили. Здесь мы видим то же самое, в принципе. Просто нечеловеческое отношение, какая-то ненависть. Я бы даже не назвал ее животные, потому что животные рядом там не стояли. И поэтому мы видим, что есть поддержка со всего мира. И нас это тоже поддерживает. В Египте были какие-то израильские туристы, которых расстрелял вчера полицейский египетский. Вы читали? Да, да. Был в курсе, но это, наверное, все-таки психически нездоровые люди. Но туристы были? Туристы были. Это подтвердили многие различные источники. Но здесь надо понимать, уровень, вообще, кто посещал Египет даже как турист, уровень образования, уровень вообще самого понимания, что происходит в мире в Египте, очень низкий. Потому что как такового нету ни понимания, даже доступа в интернет нету в некоторых местах. Поэтому люди закрыты в этой стране, и они буквально думают примитивно. Поэтому они так и реагируют на подобные мировые происшествия. Я еще прочитала, что по-разному реагируют именно власти разных арабских стран, мусульманских, но население везде выражает поддержку. Мы должны понимать, что политика — это одно, а вот, так сказать, народ — это другое. Даже если посмотреть Казахстан с нашей позиции, то люди разделились. Более светское общество, так сказать, или общество, которое не любит терроризм, акты терроризма, они, конечно же, на стороне Израиля. Люди, которые более религиозных взглядов, более культурно, ближе, так сказать, к арабскому менталитету и так далее, к которому мы, в принципе, исторически есть у нас такие корни близки, они, конечно же, выражают сочувствие Палестине, где-то даже желают удачи и так далее. Но здесь выбрать одну из сторон очень сложно для человека вообще, в принципе, разумного, потому что мы же оцениваем это так, то, что гибнут люди, есть жертвы, стоят с этой стороны, невинные. И мы должны понимать, что... Но первым напал Хамас. То есть это всегда в отношениях с Израиля, он начинает говорить, ну вот, все неоднозначно, вот смотрите, они бомбят газу. И всегда забывается вот эта первая картинка, там на фестиваль напали, да, музыкальный, и людей загоняли, как это, в саванне львы гонят же стадо, там зебр, да, животных. Они гнали их, стреляли в них, убрали заложники. Ситуация такая, мы должны понимать то, что народ, в принципе, борется за свое самоопределение. Если посмотреть так глобально, вот мы сегодня говорим, типа Украина, Крым украинский, Донбасс, Луганск украинский. Мы же это так расцениваем. То есть есть оккупант, который напал. И здесь такая же ситуация в их мировоззрении. В мировоззрении палестинцев, да? Но так как прошло уже порядка 70 лет, вот этот фактор оккупации, он отошел на второй план, и сегодня кажется то, что Израиль всегда был таким, а вот эта маленькая газа, она постоянно нападает, нападает, нападает. На самом деле для них это национально-освободительное движение. Вот для их мировоззрения. Там государство, я тоже одно время считала, что, ну я не знаю, это была Палестина, как бы государство, там же не было. На самом деле, тут такой момент. После ухода Османской империи, развала, так сказать, эти земли отошли под мандат Британии. Но в 1948 году заканчивался мандат Британии над Палестиной, и согласно резолюции ООН, было разделано непосредственно на два государства Палестина со столицей в Восточном Туркестане, в Восточном Юрисулине, извиняюсь, и непосредственно Израиль в столице, в Тель-Авиве. Это согласно резолюции ООН от 1947 года. Ну, так получилось, а в итоге Израиль создал государство, но после этих событий начинается первая война, в которой палестинцы проигрывают. Начинается... Которые они первые начали. Тоже всегда, всегда забывается. Первую резню открыли они. Я когда читала, они начали резню и начали... Они начали резню вторую. Первую за втором году? В 60-м каком-то году. Нет, в 47-м первая был конфликт просто с обеих сторон. Обе были не согласны. Потому что вопрос стоял именно в Иерусалиме. Это же святая земля для тех и других. А второй момент, это уже в 60-х годах, когда уже все арабские страны воевали против Израиля, и ничего из этого не вышло. В итоге и Египет пострадал, и Сирия пострадала, и Ливан пострадал. То есть они не смогли. Даже был анекдот такой относительно звезд на флагах различных арабских стран. Говорит, сколько они сбили израильских самолетов. То есть немного показывает практика. Но здесь ситуация такая, что исторически можно находить много провокационных моментов. С той и с этой стороны. Но факт остается фактом. Есть народ, который живет внутри этой страны. И надо найти механизм, который решит эту проблему. А как решить, если Хамас, Иран, они не признают право на существование, есть вот эта формула, Идраиля. Вот не признает. Вот кто-то не признает твое право на жизнь. В смысле, как ты с ним можешь договариваться? Насколько я знаю, Пакистан тоже не признает Израиль. Существование. Ну, то есть, есть ряд стран мусульманских, которые считают, нет такой страны. Но при этом есть хорошая практика в том же соседнем Ливане, где власть распределена между тремя крупными представителями. То есть, это сунниты, шииты, христиане. То есть, у них иерархия власти распределена между каждым из игроков. Допустим, президент-христианин, спикер парламента, там идет шиит, образно говоря, и премьер-министр суннит. То есть, у них вот такая идеальная система управления. Люди нашли концепцию, по которой можно жить в мире и согласии. Думаю, в вопросе Израиля это тоже реализуемый проект, но мы должны понимать, что у них уже большая неприязнь ненависть. Ненависть, да. У них детей уже воспитывают с пеленок, с молока матери, как говорится, с ненавистью друг к другу. Поэтому у них складывается такая очень тяжелая и напряженная ситуация. Мне кажется, вопрос все же стоит не так в самом государстве, а как в самом вопросе Иерусалима. То есть, здесь очень тонкая грань. И мы должны понимать, что есть стена плача, на ней стоит Алякса. Стена плача это восточная стена третьего храма Израилева. И Алякса тоже одна из трех святынь ислама. Она построена над ним. И как это поделить? То есть, даже... Специально построили над ним. Они же позже построили специально. Да, тут, конечно, там же много чего было. положили на будущие века, то разумный такой шаг был. Ну, на тот момент никто же не оценивал это с такой политической дальней стратегией, как сейчас. Нет, они же закладывали как раз, а вот мы сейчас победили, и мы построим вот над вами. А, нет, там не такая же концепция была. Там вопрос то, что пророк Мухаммед оттуда вознесся на небеса. То есть, это же суть немного другая, если мы посмотрим как раз такие куранические писания, да? Ну, все же даже исторический факт говорит о том, что эти народы близких друг к другу, они должны жить вместе. Эти религии. поэтому думаю, каждая из сторон должна найти компромисс. Ну, как политик говорите, да. Почему при этом ничего не получается? В 90-х годах восточный Иерусалим, они там что-то договорились же. И даже был момент, когда Арафат сидел, и там ему офис сделали. Я вот смотрела по BBC, там сейчас разрушенное здание и такие большие окна с видом на Аляксу. Это должен был быть офис Арафата. Израильтяне сказали, вот, а что начали делать? Хамас. Они начали убивать организацию Палестины, которая пошла на сближение с израильтянами. Фатх. Да. Они начали убивать израильтян, которые жили там в этих поселениях. И вообще в итоге израильтяне построили стену. с точки зрения вместо офиса. Да, да, палестинцев Ясер Арафат предатель. Вот они так считают. Типа после каких-то разбирательств выяснилось, что у него миллиард долларов на счетах и так далее. Даже после расследования вели западные страны, западные службы новостей. Но все же этот вопрос такой спорный. Вот последнее время почему мы говорим Эмираты дружат с Израилем, Саудовская Аравия налаживает отношения с Израилем. Это же все стратегия Трампа была, которую они подписали в 2020 году, если я не ошибаюсь. И здесь надо понимать то, что был шаг, была договоренность и накал даже высказывания Трампа, то есть он говорит то, что во всем виноват Байден. Нет, что какой был тратим и немножко поясним, какой был план у Трампа. У Трампа был план создать мирные переговоры между сторонами, прекратить военные действия, сесть за стол переговоров и возможно интегрировать эти два государства в одно. Это была одна из версий. То, что сделал Клинтон в 90-е. Да, это была одна из версий. Вторая версия была, что возможно в последующем конечно же отделение Палестины от Израиля. Допустим, такой вариант даже израильтяне рассматривали, но палестинцев не устраивал тот факт, что они оставались в кольце без внешних границ с другими государствами. Поэтому их это не устроило конкретно. То есть это было бы без разницы они сейчас живут в автономии или после жили бы в своем государстве, но внутри другого государства. Ну вот сектор газа он всегда проблемный, но есть другая часть Палестины, где все спокойно. Я была в 2012 году там, мы проезжали в Палестину из Израиля. То есть и там они же мирно существуют, работают, но там Хамас не правит. То есть вся проблема все-таки в Хамасе или люди там секторы газа запуганы ими, или они реально просто ненавидят вообще ничего невозможно. На ненависти ничего уже не может. Да, мы должны оценивать тот факт, что в Восточном это всегда было разделение между двумя организациями. Это Хамас в сектор газе и восточный Иерусалим. Это непосредственно фатха организация, которая считается легитимной на территории Израиля, вообще представляет на международной арене Палестину. Но мы не смотрим на тот факт, что и Израилю невыгодно вести боевые действия в Иерусалиме, потому что это много туристов, много освятых мест как раз таки для евреев и так далее. И есть значительные еврейские поселения, то есть фактически эта территория интегрирована в современный Израиль. Мы вот так проезжали просто. в отличие от того же... Ночевали в Палестине мы. Соответственно, если смотреть на сектор газа, то это отдельное государство, которое полностью закрытое и как сказать, одичалые когда мы говорим зачастую. А здесь полностью интегрированная автономия. Я помню себя еще с детства, и так это была проблема сектор газа, сектор газа. То есть это получается, это же нерешаемо все. Ну, если реалистами быть. Да, они должны либо их просто отделить как аппендицит, отрез, но Израиль не заинтересован в этом. В последнее время практика показывает. отделение сектора газа и другие государства исламские приграничные тоже не хотят иметь дела с таким проблемным регионом. все это стоит на таком знаете, мне не надо и тебе не надо. И каждый отдаляется от этого куска территории с этим населением. Поэтому все лавры достались непосредственно Израилю. И поэтому они сейчас терпят такие разрушения на своей территории, постоянные войны и так далее. Может быть то, что важно для казахстанцев вот этот сектор газа там уже многие десятилетия потому что я говорю я была маленькая газета читала вот там сектор газа это было ну Советский Союз он поддерживал считал что там играли все это такой вот ужасный но факт в том что поколения вырастают они становятся террористами все живут в ненависти несчастные при бомбежках нищете абсолютной почему а первооснова все-таки это ненависть это ненависть к тем к евреям это же так то есть это наверное важно подчеркивать что вырастает из ненависти потому что вот вы говорите они никому не нужны сектор газа ну так берите судьбу в свои руки и делайте они не могут потому что они в ненависти растут еще религиозный фундаментализм я когда была в Палестине там я не видела женщин на улицах да это очень проблемная ну наверное вы в Каире были в Каире тоже редко встретишь если какие-то такие отдаленные районы проедешь там тоже такая же ситуация вообще зачастую в бедных мусульманских странах именно такая картина наблюдается сектор газа они как их бомбят они только эту постройку построят все образования нету только научились построить следующая бомба прилетает они тоже туда стреляют и поэтому они потом выходят проклинают евреев а они при этом не говорят не думают что а Хамас не задают вопрос что вот вы это сделали теперь смотри мой дом бомбят то есть у людей вообще нет этого причинно-следственная связь которая там у детей уже в 5 лет она проявляется что я вот сейчас это сделаю и будет следствие да это причина этого причинно-следственная связь у людей там нет этого но тут же еще есть такой момент для них они вырастают они уже в Хамасе то есть наверное каждый один из членов семьи в любом в любой части сектора газа так или иначе причастен к этой организации и они считают наверное это долгом своим но есть тоже такой момент обратно почему люди в мусульманских странах не любят Израиль там вот эти постоянные акции израильской полиции или спецназа когда они залетают в мусульманские мечети начинают там всех ложить стрелять против террористов а что им делать не защищаться нет имеется ввиду в мечетях когда идет молитва там вроде никого нету и вроде никого не вытаскивали не расстреливали как показывает практика поэтому это многих раздражает зачастую мы можем всегда говорить террористы никто не спорит террорист будь добр борься с ними но когда скверняют для людей что-то святое они соответственно так же и реагируют возможно бы они там простили либо это если вы там флаг топтали и так далее то есть такие вещи но когда религия задевается они реагируют немного по-другому даже многие в нашей стране даже те которые радеют за Израиль они все равно против подобных инцидентов я просто я все-таки хочу сказать свой дисклеймер свое мнение хотя у нас с вами интервью но я слежу за ситуацией в Израиле не только когда горячие какие-то фазы но так я читаю какие-то операции но нет такого чтобы израильский спецназ просто так вырывался в мечеть то есть это всегда какая-то операция что например есть информация что там террорист находится за которым идет охота который там убил уже десятки евреев либо там они вообще же они бывают обычно что в больницах на крышах устанавливают свои орудия ракеты которые посылают на сторону Израиля в подбалах делают свои базы именно в таких местах очень чувствительных уязвимых это как мечети больницы детские школы чтобы потом как раз таки в мировых новостях шло а вот Израиль он разбомбил больницу он разбомбил школу он ворвался в мечеть ну есть такой момент конечно ну с учетом возможностей той же того же МОСАДА они готовы одного человека могли так вывести без спецназа ну на мой взгляд я просто если бы это делали конечно хамасовцы я бы понял почему они заходят толпой и стреляют но когда это делает такая развитая страна как Израиль безусловно у них есть много других решений конечно же они придерживаются той позиции управляя силами я думаю это разумно с одной стороны с точки зрения Израиля потому что если ты не будешь показывать свои мускулы то на тебя будут всегда нападать поэтому они действуют соответственно были периоды когда они показывали миром но в ответ шли теракты повторю там 90-е годы когда весь мир считал они же получили Нобелевскую премию Арафат и Исхак Рабин в 90-е годах а после чего опять все началось и в итоге стеной закончилось нерешаемый я думаю на данный момент он вообще то есть одно дело когда он убил о текущем эти несчастные в секторе газа детей всегда жалко но сейчас это может перерасти все-таки в войну потому что Израилю тоже надо действовать они так прозевали и там уже есть какие-то политические моменты когда Нитан Яху надо показать что вот они же прозевали лоханулись их критикуют а если они начнут наземную операцию Иран там вступит в войну есть такая все-таки перспектива или разум там возобладает на самом деле когда они прозевали вот эту фазу боевых действий они начали высказываться громко типа стерем сектор газа с лица земли там все города под контролем через до конца дня будет решена вся ситуация но как показывает сама практика то этого ничего не было потому что армия сгруппировалась через сутки только и начала какие-то действия очищать города сегодня казахстанский самолет должен полететь за нашими гражданами которые находятся в Израиле они там застряли вообще наши рейсы были отменены вот на этой неделе как раз должен был быть первый рейс Тель-Авив Алмата но его отменили ввиду вот действий таких вообще ваше сейчас небо оно безопасно иностранные граждане они в безопасности или все покидают Израиль смотрите понятное дело что те кто могут они покидают я имею ввиду иностранных граждан потому что для них это крайне непривычная ситуация и это нормально к сожалению подобная ситуация сегодня происходит в Украине и люди к сожалению уже привыкли потому что мы знаем что масса беженцев которые проживали у нас в Израиле вернулись потому что они сказали что в принципе уже как бы эта ситуация как бы вроде бы для них стала привычной понятное дело что люди из того же Казахстана где уже много лет нет никаких войных действий да и давно мне кажется не было благословенная страна где она находилась всегда вдалеке от различных боевых действий понятное дело что человек у которого родился у которого родители бабушки дедушки жили в принципе мирной жизнью или если мы говорим про советский период война была далеко вот и я могу их понять сегодня например в том же Хайфе находятся десятки врачей которые у нас проходят различные курсы стажи и так далее и так далее при хайфской больнице Рамбам буквально на прошлой неделе приехала группа врачей группа медиков из Казахстана вот и в принципе как бы они начинали как бы только первые дни аффлематизации и понятно что если люди уезжают нормально на сегодняшний день в Хайфе все спокойно и на большей части территории Израиля ситуация под полным контролем но думаю все же это не будет такой полномасштабной акции в секторе газа какие-то определенные локальные операции спецназа по зачистке лидеров группировки и не более того потому что все же Израиль как бы не действовал самостоятельно и не так сказать отсылалось на мировое сообщество на его мнение то они все же оборачиваются и смотрят как отреагируют их союзники и ряд стран регионального характера в том числе есть проекты с Турцией как раз таки в регионе это связанные непосредственно с экономическими факторами и так далее то есть отношения более или менее налаживаются но любая ситуация неправильное действие может привести к ухудшению подобных отношений и ухудшению отношений с арабскими странами поэтому думаю Израиль будет все-таки действовать более разумно в данном случае и скорее всего заморозить этот конфликт но выйдет с этого победителем победителем в каком смысле победителем для них же надо сейчас доказать мировому сообществу и своему обществу то что они по-прежнему сильные они по-прежнему контролируют ситуацию поэтому они вернутся к нужным границам объявят о том что ликвидировали таких-то таких-то боевиков очистили и полностью там какие-то склады почистили и так далее то есть войны не будет такой там с Ираном с Сирией я думаю Ирану самому невыгодна такая война конечно же Иран готов всегда на любые беспорядки как они заявляют но мы же понимаем в большей степени это провокация и плюс Иран заявил то что он не имеет никакого отношения к операции Хамаса но это правда вы считаете потому что я прочитала в западных источниках что было две операции на самом деле одна это то что Хамас то что мы все видели да такие страшные просто картины убийства людей а была вторая то есть вот эта вот шумная а под шумок диверсанты Ирана они ликвидировали очень ключевых там командиров Израиля то есть то что делал Израиль с иранцами Иран же точечно ликвидирует каких-то ученых командиров Иранской Эту версию нельзя исключать полностью думаю потому что с учетом того что у границы с Ливаном Сирией начались обстрелы со стороны Хизбаллы то это был большей степени отвлекающий маневр потому что беспилотник сбрасывает снаряд на палатку а потом через полчаса эта палатка опять стоит то есть это высмеивание провокация со стороны Хизбаллы но мы все знаем Хизбалла подчиняется непосредственно Ирану как бы там ни говорили Ливанская или там Сирийская Хизбалла все они берут свое начало в Иране поэтому не исключаю такой факт то что иранские спецслужбы провели ряд операций или же даже внедрили своих людей на территорию Израиля вот именно таким путем когда забегали там тысячи людей ну сотнями они забегали около нескольких тысяч и думаю кто-то все-таки осел и будет жить на территории спящаги да по-любому они же там все еще на одно лицо простите да как бы мы не говорили но все они похожи визуально есть даже такая ситуация то что они очень сильно и с кавказцами похожи вот у меня друг он азербайджанец а у него мама горская еврейка он служил в Цахал живет в Казахстане уехал и вот сейчас там оказался а вот кстати тогда перейдем вот что к реакции наших стран вот смотрите Турция она уже открыто поддержала да фактически Палестину Эрдоган сказал что за Палестину за государство Палестины со столицей Восточном Иерусалиме он не сказал прям что Хамас поддерживает но фактически это поддержка Хамасу он вообще не осудил действия Хамаса будет ли вслед за этим такая же позиция у Азербайджана который в общем-то вообще сейчас фактически идет как полностью практически как регион Турции да в общем-то немножко так а там уже и Казахстан и центрально-азиатские страны очень интересная ситуация непосредственно с Турцией с Турцией первые заявления МИД Турции и Эрдогана непосредственно это прекращение боевых действий деэскалация конфликта Турция примерит обе стороны и так далее потом все же начинают высказываться политики разного ранга в отношении того что Палестина типа Израиль оккупанты Палестина должна быть независимой и так далее и эта череда продолжается потом выходят непосредственно люди на площадь в Стамбуле в Стамбуле по всей по сути даже в Диарбакире курды вышли да за палестинцев то есть здесь такая череда идет волна народ выходит за Палестину сам или вы думаете это было так нет народ безусловно в Турции они свободолюбивые они вышли сами но надо отметить то что все государственные СМИ то есть ТРТ особенности или Анадулу они начинают писать они и писали с первых дней то что оккупанты Израиль типа за Палестину и так далее то есть если мы говорим что сказал глава государства и что делают непосредственно в управлении люди они все делают наоборот и потом они подготавливают общество подготавливают международное сообщество позиция Турции и потом глава государства высказывается и уже как бы люди так сказать привыкли к этой мысли то что Турция поддерживает поэтому не сказалось это как-то критично ну то есть так не прозвучало как гром среди основа неба то есть они готовили готовили и потом Эрдоган заявил да относительно Азербайджана как бы мы не говорили то что это очень близкое и союзническое государство для Турции но Азербайджан высказался немного иначе в определенных источниках было то что Азербайджан поддержал Израиль но после моей одной из публикаций обратились с МИД Азербайджана мои знакомые товарищи они сказали то что МИД Азербайджана высказался немного иначе принес соболезнования жертвам двух сторон призвал к деэскалации конфликта и так далее но выразил нейтральную позицию по данному конфликту но если мы обратим внимание на общество азербайджанское азербайджанское общество в большинстве случаев поддерживает Израиль Израиль А в Турции Палестин В Турции Палестин Вити как отличается почему хотя Азербайджан он же становится все более такой близкий к Турции почему так потому что все-таки светское нет вопрос вообще не связано ни с этнической ни с религиозной точки зрения просто на территории Палестины живут значительная часть этнических армян было такой факт очень интересно в Ливане тоже живут очень много армян но Израиль во время Карабахской войны поддержал Азербайджан направил оружие ну со скидкой там большой и так далее полностью был с азербайджанским народом и так далее но надо учитывать факт то что влияние не просто так происходит Азербайджан населяет очень много горских евреев которые эмигрировали в Израиль и некоторые живут до сих пор в Азербайджане то есть у них есть связи много прям горских евреев да и то есть Израиль почему тогда поддержал Азербайджан в конфликте с армянами из-за горских евреев или потому что это вот как Нагорный Карабах дело в татусе что они признают территориальную целостность хотя казалось бы наоборот же у них получается да но они противоречили бы тогда сами себе да но здесь они поддержали Азербайджан неизвестно по каким причинам но с точки зрения политических мотивов конечно же они поддержали в регионе Азербайджан скорее всего это все-таки альтернатива российскому и западному влиянию на Южном Кавказе потому что есть Грузия которая больше вовлечена как раз таки в Турцию и она равняется на запад США и в Грузии как раз таки сейчас есть проблемы с российским лобби Армения полностью пророссийская и нужен в регионе значительный союзник Азербайджан страна которая как бы мы ни говорили она стоит на нескольких стульях и маневрирует такой многовекторной политикой как у нас принято говорить и здесь же Израиль выразил свое почтение так сказать Азербайджану и помог с технологиями с беспилотниками с различными и соображения геополитики чтобы был союзник а теперь Азербайджан отдал дань он не поддержал полистью несмотря на мусульманских да нейтрально но даже если постоять социальные сети и так далее большинство конечно же простых людей все-таки поддерживают Израиль даже когда я был после окончания Карабахской войны в 20-м году там люди ходили с тремя флагами это пакистанский израильский турецкий где в Баку почему но это три страны которые очень сильно поддержали азербайджан да у азербайджана с пакистаном очень близкие отношения вообще интересно как это вас так складывается вдруг да хотя вообще связи не но есть определенный центральная азия как поддерживает палестину то есть вот мы уже проговорили о том что казахстанцы я тоже так смотрю Израиль поддерживает но вы считаете что а кто более религиозен для кого там важен исламский фактор они уже палестину да вот даже я просматриваю свою ленту как в фейсбуке в инстаграм то различные мнения разделяются здесь прям очень болеющие за палестину в основном это непосредственно люди которые хоть чуть-чуть считают себя религиозными типа даже если это отнести группе которые хотя бы раз в неделю ходят на пятничный намаз да мы можем такую группу определить да они все равно больше поддерживают палестину люди которые смотрят на это с другой позиции они более светские и так далее считают хамас террористами и так далее они конечно же поддерживают Израиль здесь выбирать сторону как я сказал очень сложно поэтому многие страны высказались нейтрально даже часть европейских стран так или иначе придерживались какого-то определенного нейтралитета в целом но именно во время этих атак все осудили все осудили Хамас но не палестину но когда начали организация фахт фахт фатх начала высказываться то что это национально освободительное движение темно за самоопределение то уже как-то мнение какое-то стало непонятное то есть они начали колебаться типа что происходит вообще и люди тоже начинают не ориентироваться еще же очень важно понимать откуда мы черпаем информацию если мы черпаем с одних источников значит мы будем на этой стороне если с других то другого мнения но международная пресса пока поддерживает Израиль ну кроме каких-то совсем левых леволиберальных прям там я не знаю Гардиан традиционно поддерживает Палестину или нейтрально высказываются как допустим те информационные агентства которые в США на стороне республиканцев те высказываются как-то топорно Аль-Джазира поддерживает палестину да даже ТРТ турецкий поддерживает вначале как-то нейтральное нейтральное а потом переходит переходит и полностью переход на сторону пропалестинский И мы должны понимать, что и Аль-Жазира, и ТРТ турецкие, они достаточно крупные мировые каналы. И у меня такой вот последний вопрос. В наших странах есть антисемитизм? У нас нет ненависти к евреям, как таковой. У нас есть неприязнь, может, но ненависти нет. Типа у какой-то определенной группы людей. Но чтобы говорить, мы прям явные антисемиты, против и так далее. Я высказался, но... Это надо быть совсем на голову. Да-да, имеется в виду, высказали какие-то слова, но это потом баны и так далее. А здесь надо понимать то, что есть группа людей, которые просто имеют неприязнь к Израилю и за религиозных убеждений. Ну, и еще у них, наверное, стерять. Он думает, он же в своем соку варится, а если я, типа, вот, исламист, мусульманин, я, значит, должен не любить. То есть где-то же есть какие-то... Он просто не любит, да. Складывается, типа, вот, шаблон. Он ненависти не будет, но он будет просто не любить. И сам себе придумал. Да, даже если он приедет к евреям или там это, он будет в себе нормальных отношениях. То есть, ну, у него будет какое-то такое отторжение, но чтобы ввиду наших особенностей ментальных, у нас нет ненависти к кому-то. Вот почему-то сложилось такое впечатление глобальное. У нас определенная часть людей есть. Значит, мы здоровые люди, здоровое общество. Да, здоровая нация, я бы сказал, в большинстве смысла. И вот для такой здоровой нации я бы хотела все-таки, ну, это всегда, да, может все меняться, стоит очень легко манипулировать массами. Какой урок, вот сейчас мы видим очередной виток, да, многолетней трагедии, это и с израилетянами, потому что им не сладко, да, вот, несмотря на все их достижения, я просто когда думаю, это жить постоянно в состоянии, что вот у тебя за стеной, у тебя сосед, он непредсказуемый, он тебя ненавидит, ты можешь выйти в подъезд, он тебя пырнет ножом, да, ну, вот так, и ты всегда вынужден ходить так. И трагедия уж сектора газа, палестинцев, это вообще какая-то жизнь без будущего, без, ну, как, это как животное существование, да, но они все сами к этому пришли. Какой мы урок можем извлечь из этого, сказать, проговорить людям, которые вот пишут в соцсетях, иногда купаются в какой-то ненависти, есть какой-то урок, который мы можем посмотреть на это и... Ну, просто я думаю, здесь люди должны смотреть, к чему приводит война, к какой жизнь, и потом из этого делать выводы, что может произойти, если их, так сказать, масштабные высказывания, к чему они могут привести. И зачастую же эти же люди, которые пишут, они же не пойдут ни на фронт, не пойдут оказывать какую-то первую медицинскую помощь, там, не пойдут, там, на заводы, они просто первые же попытаются сбежать со страны или, там, искать лучшие жизни, поэтому для нас надо сегодня создать лучшую жизнь здесь и сейчас, без войны, без ненависти к друг другу, а растить, так сказать, здоровое общество и давать правильное воспитание своим детям, подрастающему поколению. Скажите, может, вопрос такой, не очень приятный, особенно после всего того, что произошло, но, как говорят, вот ненависть, она рождает ненависть, вы сказали, что там, в секторе газа, да, у них какая-то вот ненависть, но такие, примерно, да, чувства есть и у израильтян по отношению к палестинцам. Как вы считаете, вообще, вот есть выход из этого тупика взаимных ненавистей, когда одно другое порождает и, в принципе, там, найти концы уже невозможно, а что вообще, так и жить, вот, вечно? Выход пока найти очень сложно. У нас тут есть такая двоякая ситуация. С одной стороны, сектор газа, который руководит террористической организацией САМАС, и там ни с кем разговаривать, невозможно ни с кем договориться. Единственное, что наши переговоры ведутся только о каком-то временном перемирии. Все. О чем-то, о каких-то совместных проектах. Я думаю, что мы могли бы им заключить огромное количество экономических проектов, как мы это сделали, например, в Сиордании. Как только мы заключили мир в Сиордании, огромное количество совместных проектов появилось по ту сторону и с нашей стороны. И все наслаждаются этим миром. То есть, с теми странами, с которыми наложим отношения арабскими, у нас очень прогрессирует все, что касается экономики и так далее. Здесь руководство, вот эта террористическая организация, она не заинтересована. Она видит нас просто в врагов. И единственное желание – это уничтожить Израиль. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день с этим руководством невозможно ничего решить. Если оно будет ликвидировано, я не знаю, это физически или политически, тогда что-то может измениться. Потому что мы видим пример с другой стороны. Иудея, Самария, так называемые контролируемые территории. Здесь у нас ситуация, мы видим, что другая. Там руководят страной, не страной, а территорией не исламисты. Люди более взвешенные, более прагматичные. Поэтому здесь мы видим совершенно иную ситуацию. Есть совместные проекты. Есть координация между силами безопасности Израиля и палестинской автономии. Есть очень активное соперничество, например, на уровне туризма. Мы знаем, что есть масса святых мест на территории палестинской автономии. И, в принципе, все туристы въезжают через Израиль. И огромное количество людей кормят свои семьи благодаря туризму. Это гостиницы, это святые места, все что угодно и так далее. Поэтому здесь, например, есть, скажем, какие-то положительные моменты. Их достаточно много. Но и на территории Иудеи и Самарии достаточно много радикальных элементов. И непросто. Но, в любом случае, скажем так, положительный пример мы видим. Будет ли найден выход в ситуации? Мне кажется, что нет. Потому что ситуация такая, что когда-то, в 1948 году, было предложено два государства. Государство еврейское, государство палестинское, арабское. Наша сторона согласилась. Хотя, скажем так, исторически, если мы возьмем, вернемся, скажем, 2000 лет назад, территория была совершенно другая. Вся территория сегодняшнего Израиля. Вся территория, скажем, мы не говорим газу, газа не было. Скажем так, наша территория историческая, библейская. Но территория, скажем так, Иудеи и Самарии была наша. Почти вся территория Иордании. Может быть, это будет звучать не дипломатично, но тем не менее, если исторически, тоже была наша, предложила еврейскому народу. Но тут мы по резолюции ООН в 1948 году получили очень небольшие территории. такие вот анклавы, скажем так. И вторая половина была предложена арабскому государству. К сожалению, уже в первый день проглашения государства Израиля у нас напало сразу пять стран, сочил проблему палестинских беженцев. И ситуация эта не решается. Очевидно, это кому-то удобно. Ну и плюс резкие изменения, скажем так, в самом Израиле. Сегодня на территории палестинской автономии в Иудее и Самарии проживает более полумиллиона евреев. То есть это количество людей достаточно радикальных, достаточно... Им очень важно именно жить на этой территории, потому что каждый ком можно пройти с Библии и прочитать о нем, потому что здесь был еврейский народ, здесь совершалась история, здесь совершались какие-то события. Поэтому они не уйдут. И сегодня разделить эту страну на два государства я не вижу какой-то возможности, потому что уже очень многое изменилось за достаточно короткий период. Количество населения у нас постоянно растет. Включая вот то, что мы говорим про Иудею и Самарию, вот еврейское население все время увеличивается. Я думаю, что лет... В чем-то сетков лет там будет уже миллион человек проживать. То есть ситуация очень непростая. И этот конфликт в личной стадии тлеющий или, наоборот, как мы видим сегодня, он все равно будет продолжаться. И я думаю, что нам ни в коем случае, по крайней мере, нельзя расслабляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!